Ларидо, ларидо, ларидо Сейчас мы займемся настройкой графического драйвера от NVIDIA Для достижения максимального производительности вашего компьютера Плюс достижения максимального FPS Все, что сможем выбить из вашей видеокарты Для этого на рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши В контекстном меню выбираем панель управления NVIDIA Первое, что необходимо сделать, это найти параметры 3D Открываем пункт регулировки настроек изображения С помощью графического изображения И здесь мы выбираем пользовательские настройки с упором на производительность Переносим ползунок в сторону производительности Здесь мы, конечно же, потеряем качество графики Но всегда при повышении FPS необходимо чем-то жертвовать Это вам стоит учесть Далее переходим в управление параметрами 3D Сразу же обращаем внимание, что у нас здесь глобальные параметры Выбираем предпочитаемый графический процессор Если же у вас два графических процессора, то есть встроенный в процессор А также дискретная видеокарта, то выбираем именно дискретную от NVIDIA Давайте непосредственно перейдем к самим настройкам И первый пункт это CUDA графические процессоры Здесь мы выбираем вашу видеокарту За что вообще отвечает данная функция Это технология параллельного вычисления для увеличения вычислительной производительности Далее переходим в пункт анизотропная фильтрация Данный параметр отвечает за качество текстур А именно за объекты, то есть за их четкость Чем меньше данный показатель, тем менее будет четкое изображение На самом деле, помимо анизотропной фильтрации, есть еще более старые варианты Это билинейная и трилинейная фильтрация Они потребляют меньше ресурсов На ваше усмотрение, но лучше всего для достижения максимальной производительности Отключаем данный параметр Следующий параметр это вертикальный синхропульс Или вертикальная синхронизация Везде по-разному Этот параметр отвечает за взаимодействие видеокарты и монитора А именно на практике она смягчает смену кадра Данная функция потребляет достаточно много ресурсов видеокарты Поэтому мы ее отключаем Прежде чем пойдем дальше, хочу сказать об одной функции Которая возможно у вас есть Есть она не во всех видеодрайверах Так как есть более старые, более новые В общем о функции Функция DCR Эта функция отвечает за плавность А именно за масштабирование изображения То есть увеличение количества точек Она тоже достаточно много потребляет И если она у вас есть, то вы ее отключаете Как видите в моем случае ее нет Дальше мы видим параметр GP рендеринга OpenGL Здесь мы можем выбрать Либо оставить автовыбор Либо же выбираете вашу видеокарту Если не хотите распределять данный рендеринг на другие видеокарты Конечно же если они у вас присутствуют Здесь в принципе можно оставить автовыбор Ни на что не повлияет проверено Следующий параметр Это заранее подготовленные кадры виртуальной реальности Я не думаю, что на вашем ПК вы будете какие-то приложения использовать с виртуальной реальности Поэтому нажимаем использовать настройки 3D приложения То есть это будет настраиваться самой игрой Либо каким-либо приложением, которое вы будете использовать Следующая функция затенения фонового освещения Функция отвечает за интенсивность освещения для реалистичности отображения изображения Мы ее отключим, потому что она тоже потребляет немало ресурсов Выключаем ее Вы можете конечно оставить здесь производительность, но все же она будет потреблять ресурсы Поэтому просто выключим ее Следующая функция кеширование шейдеров Данная функция сохраняет шейдеры на жесткий диск для повторного использования, чтобы снизить нагрузку на вашу видеокарту Как вы полагаете, здесь лучше ее ставить включенной Это будет помогать снижать нагрузку на вашу карточку Далее мы находим с вами настройку под названием максимальное количество заранее подготовленных кадров Данная настройка отвечает за подготовку кадров процессором для дальнейшего использования и обработки графическим процессором Здесь лучше оставить максимальное значение Чем больше, тем лучше Потоковая оптимизация Данный параметр задействует сразу несколько ядер процессора Данная функция не везде работает стапильно, не во всех играх Поэтому ее лучше оставить либо автоматически, либо вовсе отключить Я оставлю автоматически Не во всех версиях драйвера, но все же есть функция многокадровое сглаживание MFiAA Это одна из технологий сглаживаний для устранения зубчатости краев картинки Ее лучше выключить, если она у вас есть Потому что она потребляет тоже много ресурсов вашей видеокарты Отключаем и идем дальше на следующий параметр У меня, как видите, ее нет Режим управления электропитанием Здесь все по логике делаем То есть предпочтителен режим максимальной производительности Следующая функция это сглаживание FXAA Это тоже функция сглаживания, как и многие другие, но более старого образца Она потребляет намного меньше ресурсов вашей видеокарты Но все же потребляет А у нас какая цель достигнуть максимальной производительности Поэтому я ее отключил Далее у нас идут еще некоторые параметры сглаживания Все мы их можем отключить Опять же повторюсь для достижения максимальной производительности А теперь интересный параметр тройная буферизация У меня она уже отключена Потому что мы отключили с вами вертикальную синхронизацию Или вертикальный синхропульс Они работают в паре И так как у нас вертикальный синхропульс отключен То ее тоже оставлять включенным бессмысленно А отвечает данная функция за появление артефактов То есть устраняет их Устраняет искажения изображений Если таковые имеются Идем дальше Фильтрация текстур, а не затропная оптимизация Данную функцию оставит лучше включенной Если вы пытаетесь добиться максимальной производительности Она снизит качество изображения Повысит производительность Так что включаем ее, если выключена Следующий параметр Фильтрация текстур качества Отвечает за качество текстур Полупрозрачных или прозрачных объектов в ваших играх Здесь лучше всего оставить на производительности Либо же, даже еще лучше, высокая производительность Следующая функция, не менее интересная Это фильтрация текстур Отрицательное отклонение уровня детализации При включении данной функции Изображение становится более контрастным Тем самым повышает изображение То есть размытости все меньше Поэтому разрешаем работу данной функции И последняя функция, которую мы рассмотрим в данных параметрах Это фильтрация текстур, трилинейная оптимизация Ее тоже лучше оставить включенной Драйвер будет снижать качество фильтрации Тем самым повышать производительность Далее не забудьте применить все эти настройки После всех этих манипуляций Если вдруг игра запускается и не видит это настройки То делаем следующее Выбираем программные настройки Выбираем наше приложение Чем бы оно ни являлась игра Или какой-то графический процессор Выбираем Если же его нет в списке То можно добавить из места, где он находится Далее выбираем Что мы будем использовать А использовать мы будем глобальные параметры То есть использовать глобальные параметры Те, что мы с вами настраивали ранее И на этом все Если у вас возникнет вопрос о том Сколько FPS я смогу получить в прирост На этот вопрос вам ответить никто не сможет Потому что у всех видеокарты индивидуальные Все разные И все могут выжать из себя Свой определенный максимум У кого-то повысится на 10 FPS У кого-то на 30 У кого-то может больше У кого-то меньше Также по этой теме предлагаю вам посмотреть Как я буду настраивать графику игры На примере Counter-Strike Global Offensive Если вы не против Прежде чем мы перейдем в настройки игры Я хочу вам рассказать о параметрах запуска Которые также важны для настройки графики Точнее для увеличения производительности На игре нажимаем правой кнопкой мыши Откроются свойства игры Переходим в установить параметры запуска Нажимаем данную кнопочку У меня есть файлик, который я скину в описании Вы сможете по ссылочке скачать данный файл Здесь указаны все команды запуска Точнее не все, а самые основные, которые я посчитал нужными Если вы хотите посмотреть все параметры запуска А также для других игр То можете просто загуглить Параметры запуска в Steam И вы найдете огромное количество команд Которые можно ввести в данную форму Это относится не только, еще раз повторюсь, к Counter-Strike Global Offensive Эти параметры можно вводить и для других многих игр Давайте посмотрим, что я выделил главным для себя Что я буду добавлять данные параметры запуска Первая команда это NoVid Она убирает логотип при запуске игры То есть игра запускается сразу Затем работу консоли В принципе можно и в параметрах самой игры ее указать Но я ее укажу здесь Дальше Количество герцовки вашего монитора Frecchio, где ее можно узнать На рабочем столе нажимаем правую кнопку мыши Параметры экрана Пролистаем немножечко вниз Дополнительные параметры дисплея И мы можем видеть 60 Гц То есть больше сюда устанавливать не нужно Ваш монитор попросту этого не поддерживает Поэтому вместо скобочек пишем 60 Гц Кстати говоря, каждая команда вводится через пробел И перед каждой командой должно стоять тире Дальше идет следующая команда Количество ядер процессора Как это можно узнать простым способом Жмем комбинацию клавиш win plus r Вводим сюда mcconfig Нажимаем ok Далее выбираем загрузка вкладку Дополнительные параметры Число процессоров Логически или физически это не важно Смотрите какое количество максимальное И вводите сюда Далее у нас Идет команда по выставлению приоритета То есть игра будет на первом месте Естественно она будет немножечко увеличивать FPS Далее идут команды по увеличению тикрейта То есть по отзыву пакетов По отправке пакетов Все эти команды я вводить не буду Потому что играю в принципе MM А в MM там уже это все предусмотрено Эти команды вы вводите Если вы любите играть на серверах сообщества Созданных самими игроками Поэтому я все убираю Вплоть до FPS Max Что же такое FPS Max? Это своеобразный ограничитель И при установлении на него значения 0 Мы снимаем данное ограничение То есть FPS у нас не ограничено ничем Вот такое количество команд я предлагаю ввести Параметры запуска И нажимаем ok Но сейчас я дам некоторые советы по настройке игры Мы не будем вникать снова во все термины Потому что я уже говорил о них выше При настройке драйвера Поэтому просто скажу Что мы будем выключать А что включать Переходим в настройки Изображение Первый пункт это графика Первое что нас здесь интересует Это разрешение экрана Чем меньше разрешение экрана Тем естественно будет выше ваш FPS Это стоит учитывать Но не забывайте что вы будете терять Качество изображения Далее энергосберегающий режим Мы отключаем И идем дальше Далее у нас пункт Расширение настройки изображения Здесь идет несколько пунктов С выбором качества графики Здесь вы можете выбрать на свое усмотрение Чем ниже тем выше FPS То есть вы можете поставить Наиболее низкое По всем параметрам И получить максимальное количество FPS Многоядерная обработка Оставляем включенным Режим сглаживания Множественной выборки Режим сглаживания Мы уже с вами Отключали при настройке драйвера А драйвер здесь в приоритете И чтобы мы не делали здесь Включали или выключали Это значение иметь не будет Поэтому здесь просто ничего не выбираем Устанавливаем на нет Сглаживание с помощью FXIA Еще один режим сглаживания Его мы выключаем Режим фильтрации текстур Мы уже тоже об этом говорили Существует Анизотропная Трилинейная Билинейная Я предлагаю включить трилинейную Вертикальная синхронизация Мы также ее отключали При настройке драйвера Отключим и здесь Размытие движения у меня также выключено И в принципе на этом все Такие же настройки Или примерно же такие же Можно настроить в любой из игр Еще один вопрос Который в принципе тоже может касаться Данной тематики Это разгон графического процессора Это конечно уже отдельная тематика Для разгона видеоядра Существует множество технологий Множество методов О них уже будем говорить в других роликах На этом мы закончим Настройку графики драйвера А также игры Если вы желаете посмотреть Как настраиваются К примеру Другие драйвера Такие как от AMD Radeon То ссылочки все будут в описании Такие видео у меня тоже присутствуют